Решила сварганить какао, точнее шоколад. У меня тут есть замороженная вишня. Какао. Это еще осталось. А вообще в стакане какао, который мне Денис из Нижнего Новгорода присылал почти год назад. Я долго сделала это мысля. В общем, молоко у меня должно быть, которое там в банке видно, какао, потом сахар соответственно в стаканчике, где-то 175 грамм стаканчик мерный и масло кокосовое. Ну и вишню потом, когда она уже подразморозится, я думаю, в процессе варки какао. Я ее туда всуну. Полностью я записывать, наверное, не буду так тягомотно этот мастер-класс, потому что обязательно у меня будут трясить лапы, потом какие-нибудь офигительно умные прибегут в каменты вякать. Ну вот так вот чисто решила совместить приятное с полезным. Немножко дать разгрузку мозгам и частично, возможно, записать от процесса этого бытия. Уж что получится б. Сто грамм масла нам надо в идеале сливочного, но я решила на кокосовом сделать. Оно тает в руках-то. 107 грамм. Я думаю, 107 грамм погоды не сделают. Вот записать не мешало бы на будущее свой эксперимент. Подарочный от подписчицы блокнотик. Сколько же у меня этих блокнотиков? Я, как-то, его начинала под хирогану, но потом, видать, куда-то снула и уже писала хирогану в чок-дайном. У меня тут еще маслицо станет немножко на нужды бытия. То, которое я покупала. То, которое одели, оно пока еще, хоть уже вскрытое, но еще практически целое. В общем, теперь у меня тут кастрюля, в которой масло. Мясо, я думаю, нам больше не понадобится. Вообще, я хотела изначально взять полстакана какао, но получилось у меня стакан. Все такое хорошее, интересное какао от Дениса. Респект ему. И лучей добра. Тихий рок. Все, конечно, наверное, уважающие, но, наверное, это как-то по-другому все. Легко смешать, прежде чем на плиту ставить. Масло, может, надо было в последний момент установить, но у меня, как обычно, все спонтанно. А когда на камеру, так вообще почти не продумала. Очень давно я это варила. Еще лет 16, наверное. Не при маме вместе с ней, но без кокосового масла, правда. Да, кстати, я тут в процессе пару раз подумала насчет АСМР, записать что-то. Но, в общем, пока оно у меня в процессе, не знаю, думаю, записать или нет. Стоит ли вообще снова пытаться. Сейчас у нас будет процесс избежать кумочков и медленно варить. Да, и лапа у меня трясется, конечно же. Так, я это сейчас буду переливать на маневр. Ну, как-то так. Как там Наташа из Америки сказала. Хорошие роллы мы там типа все видели. А такие самопальные. Вот вам. Смотрите, тут также шоколад домашний. Почему я переливаю ложкой? Потому что я не умею переливать вот так вот полное, чтобы не пролить. Даже не полное. До сих пор не умею. Всегда что-то проливается. Какой-нибудь стакан бы это не прибежит. Когда вот так уже, я уже могу, наверное, налить. Похоже бы, по крайней мере. Стакан молока. Наверное, стакан-то молока все-таки будет маловато. Ну, кто знает. Мы все-таки шоколад хотим сварганить. Мы, Николай Второй. Сейчас подумала, что жалко, что у меня нет такой вот этой фигни подогревальной, как в японском аниме. Все аниме, наверное, всегда японское. Короче, какое аниме там где-то есть, что-то не такое оставят. И греют прямо на столе, не отходя от карты. Ну, сейчас вроде более-менее... ...народная масса. Осталось только на газ поставить. Это у нас кусок кокосового масла. Кстати, вишенка. Вишневая кровь. Вполне возможно, что стакана молока нам за глаза и уши хватит. Вообще, я считаю, что мастер-класс это полный процесс показа, как ты это делаешь. А не так вот там по три минуты, как я смотрела какую-нибудь там вещь, чтобы понять, как ее сделать. В результате нифига не понимаешь и делаешь методом проб и ошибок. Вообще, маман туда клала, я помню, как отца. И я тоже тогда делала. Я что-то перла на какао, я даже шоколадный кисель делала. И крахмал туда, картофель кидали ей. Еще что-то такое. То ли муку, то ли что-то там вроде. И масло даже просто... По-моему, много стрибочного масла получалось, просто как шоколадное масло. Что-то на ложке осталось. Не все раздолбалось. Мне пришлали корональдышинку таким. Она, конечно, еще не вся разморозилась. Кирдык. Кирдык. Думаю, 20 вишенок хватит. И мне просто поесть от нынца. Я, конечно, не врубилась, а забыл совершенно что-нибудь такое, в чего бы это все переливать. Мисочку какую-нибудь. Ну, вся, может быть, что-нибудь найду. В общем, в 20 минут, 42 секунды я себе выкручила. Попробуем с удой. Ну, а вдруг... Только как-то так надо и норовиться. Такой чайный сиколад. Интересно, получится сделать такую застывшую перечку. Вот. Вот. Еленечка. Вот. Я появилась полностью в карте. Ну, практически полностью. Ну, частично появилась. В общем, вот это счастье у меня стояло в морозилке. Оно, конечно, все не заморозилось еще. Стояло оно где-то 2 часа. Ну, и, в общем, прикольно, когда я вот так заливала ложкой. Оно как-то так странно ложилось. И получилось будто специальный такой рисунок. В силиконовой такой этой формочке. Я вообще надеюсь, что оно полностью застынет. Вот как мыло, допустим, застывает. Его так перевернешь, оно долбанется и будет таким шоколадным мылом съедобным. Но оно, в общем, не застыло до конца. Не знаю, может оно, правда, и не застывает до конца. Фиг его, знаю, вообще первый раз так делаю. Да, а его не вытряхнешь так, как, допустим, если бы это было мыло. Вот это у меня было просто на верхней полке в холодильнике. Оно, соответственно, тоже менее холодное. Но оно, конечно, тоже не застыло. Ну, липкое оно, короче. И тоже какой-то рисунок такой остался. Блин, оно такое холодное вообще. Но здесь вот это как-то оно... В общем, оно отличается. Вот здесь оно как-то... Может просто его больше как-то... Этот рисунок, естественно, легший. Ну, из-за того, что там более холодно он так заморозился. Застыл. Здесь он более ровный. И как-то по цвету даже чуть-чуть вот... Менее блестящий. И здесь оно просто стояло на кухне в этой тарелочке. Оно более такое подвижное. Тут тоже какой-то такой... Типа рисунок вышел. И даже при желании сквозь стекло можно рассмотреть. Там где-то была вишенка. Сейчас, правда, я его, видать, слегка потрясла. И вишенка практически ушла. Ну, и оно такое... Ну, наверное, ближе к горькому шоколаду получилось. И еще у меня там оставалось то, что там в кастрюле. Я просто еще на ложках так залила где-то... Ну, может, чуть больше стакана. Да, наверное, пол-литра молока у меня получилось. Молоко, кстати, я брала 3,2% жирности. Кушкинское. И у меня получилось на большую кружку. И еще на пол-кружки какао. В общем, где-то у меня еще пол-кружки какао еще находится. Можно попить, допустим. И... Ну, как... Сахара я туда не ложила. Просто прокипятила слегка. Вполне пить можно. Я думаю, что и есть можно. Потом мне, в принципе, надеть... Мне еще придется еще когда-то... Я все такая фреоленивая. Мне как руками не дойдут записать обзор мнения на 3 фулуна. Подарок мне пришедших от подписчиков. Но я думаю, может быть, к тому времени... Ну, вряд ли я это все слопаю. Как-нибудь... Может, получится как-то его порезать. Или, не знаю, показать в камеру, короче говоря. Вот такой у меня видос был, как обычно, сумбурный. И если вы осилили это, если потом решили сами поэкспериментировать, то я очень рада. Ну и всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok